Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Русик, 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 Русик. Если вы думаете, что он может обсуждать только какие-то около селебрити, вот этих всех сумасшедших, зигующих артистов, анализировать, то нет. Русик очень хорошо разбирается в том, что происходит и в политике, и на фронте, и так далее. И поэтому будем с ним говорить обо всем. И предупреждаю, если вам интересно это все будет продолжать, смотреть, комментируйте, ставьте лайки, шерьте видео. Не забывайте, естественно, подписываться на YouTube-канал «Униан» и на YouTube-канал Рустама Солнцева. Ссылку на него вы найдете в описании. И офф-рекорд мы с Рустамом начали говорить вообще о том, что люди, наверное, устают. Рустам, во-первых, привет, извини. Ничего не хотят. Я сегодня уже в продолжении твоего вопроса, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Знаешь, я сегодня получил, открываю, я очень редко читаю комментарии под стримами. Стримы ежедневные, устаешь от этого, люди комментируют. А сегодня открыл, и человек пишет, ну, типа, живу в Калифорнии уже много лет, но слышать уже, слышать повестку войны уже невозможно. Ты из-за этого завалишь свой канал, просмотры упадут, вот это вот все. Хотя просмотры только растут. То есть более миллиона просмотров за сутки, это официальная статистика у меня на канале, по всем там шорт, по всем стримам, ну, совокупные просмотры. Это говорит о том, что людям это интересно, моя аргументация их, наоборот, влечет. Потому что люди устают, там прям огромный такой жирный комментарий. Ну, мол, хватит. Мол, я в Калифорнии, и уже слышать это все невозможно. Хватит о политике. С другой стороны, я подумал, слушай, наверное, это какой-то очень умный человек, чрезвычайный. А потом он начал, этот человек, этот комментатор валить все в кучу. И я понял, что человек до конца не понимает, что вообще такое политика, что он под политикой имеет в виду. Политика — это жизнь наша с вами сейчас. Мы все теперь вовлечены в это. И тот, кто пытается отпетлять, ничего не выйдет. Куда-то уйти переулками, огородами. Ну, куда? И самое главное, зачем? Чтобы что? Чтобы это за тебя решил кто-то другой? Ну, они же уже нарешали. Кто-то другие. Уже же нарешали за народ, за публику, за толпу. Особенно так в моей многострадальной стране. Ну, там, да, там умеют решать. И начали оффрекорд с того, что Путин заговорил о переговорах. Говорили о том, что затягивается война еще и по той причине, чтобы украинская власть, украинские люди уже сказали, слушайте, ну, хватит, ну, реально, давайте уже договариваться. И Путин же неоднократно пытался договариваться тем или иным способом. Тут Китай уже подключил. Вот как бы ты расценивал вот эти договорные игры и вбросы, которые вместе с этим в интернете гуляют? Похоже на вбросы, потому что все это я читаю на российских каналах, которые связаны с пропагандой, очень похоже. Они как будто бы проверяют кости на прочность. Как и что, как народ отреагирует. Как отреагирует украинский народ. Ну, можно ли назвать вбросом заявление президента России о том, что Зеленский более нелегитимен? Ну, я даже не знаю, я когда это прочел, это, знаешь, это как бы вот из истории, чья бы корова мычала. По-другому, ну, просто не сказать. Вообще никак. Ну, учитывая, что происходит в моей стране с выборами, как выбирается не только главное лицо, но как выбираются все остальные, ужасно об этом, ужасно думать. А они все комментируют в другую сторону. Они все пытаются урезонить, они все пытаются унизить в ту сторону. Не думая вообще, что происходит с нами, со всеми, что происходит сейчас, здесь, в России. И попытка нормализации хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть, хотя бы сторонами, разойтись бортами с некоторыми проблемами. Нет, ничего. Они все более и более влезают в большую конфликтность. Причем эта конфликтность не только с Украиной и внешним миром, другим всем остальным, но еще и внутри. Если они думают, что народ, то и под этой кипящей крышкой будет потихоньку бухтеть, и ни в чем не выразиться, я думаю, они ошибаются. Я думаю, что, в конце концов, спрашиваю одного своего друга, который в Москве, у второго, один и второй мне зачем-то говорят про гражданскую войну. Я ее отсюда, никакую гражданскую войну не вижу. О том, чтобы она началась, о том, чтобы она имела какие-то предпосылки. Те люди, которые приходят ко мне в стрим, ко мне в чаты. Гражданская война – это одна часть общества начинает войну с другой. Я вообще не вижу этого ничего. Я вообще не разумею, какая-то такая часть общества начнет воевать в России с другой. Там, возможно, гражданская война еще о той истории, что много же говорят о том, что будет даблинг 1917 года. То есть, возможно, такая история, когда уже будут совсем края. Видно, что гайки сейчас закручиваются. Видим, какие жертвы с российской стороны оккупантов на фронте, особенно этот штурм. Так называемый штурм и оккупация Харьковской области. Харькова, да. То есть, какие жертвы они сейчас понесли. Да, и то, что у них случилось. Единственное, что они сейчас просто сравнивают Харьков с землей. И бомбят его каждый день. И тем не менее, это все на фоне перестановок в российском уряде. Забыла, как по-русски. В общем, в российской этой верхушке. И что интересно, вот этот вот Белоусов, он такой, да, белый воротничок. Мало того, ты уже об этом неоднократно говорил, но наши зрители еще этого не слышали. О том, что вот его, да, женат рассказывал о ее бизнесе еще до него. О том, что они тусят и с Меладзе, и с Песковым. Расслабляются, отдыхают без санкций и без всего этого. Что это за читай? Как думаешь, почему именно его поменял Путин? Шойгуны. Его на Шойгу. В общем, делал Туракин. Говорить о них как о Чите, я бы преждевременно не стал бы как о ячейке общества. Потому что, во-первых, вбросы сейчас, опять же, похожи это на вбросы. Так ли это или нет? Покажет время. Самое ближайшее причем. Это его какие-то горячие переписки Белоусова. Слава Богу, пока что с другой женщиной. Слава Богу, потому что можно ожидать все что угодно. Да, то, что ничего человеческое мне чуждо. Слушай, я по ночным клубам видел очень многих людей. Я помню, как в клубе, как же этот клуб назывался, его сейчас уже нет, этого клуба. Он был на Полотной набережной, очень крутое место. Шувалов, я помню, в расписной маечке был в окружении очень приятных молодых людей. Мы тогда еще не знали о маленьких шалостях Шувалова. Это теперь-то все это известно. Но тогда я еще подумал, Господи, какие игривые люди молодые с ним, с какими игривыми задами. Что это такое? И вообще, и как-то... Время тогда было свободное, и мы как-то себя по-другому чувствовали. В любом случае, посмотрим по поводу Белоусова. Все говорят, большие эксперты военные говорят, что Белоусов умный, хитрый и очень кровожадный. В отличие от Шойгу, которого называют не очень умным человеком. В любом случае. Я и Шойгу тоже видал разок с его дачкой. Шли они по старому Арбату, на котором я жил. Да, и охрана с ними шла, они такие вдвоем. Они маленькие такие люди, Шойгу такой огромный, касаясь сажен в плечах. Все идут, никто на них внимания не обращает, но охрана была, правда. Я еще тогда по глупости своей детской была, это вот как раз года три назад как раз. Я с ним даже поздоровался, я с собаками был. И так ему бросил, так по-свойски, слушай, я тут живу на Арбате, они тут идут, тут полно туристов, они идут, Шойгу идет, гордо задра в голову, никто с ним не здоровается. И тут я такой так, здрасте, вот как-то так и Кужугетович, собственно. И он так в ответ мне, да, довольно вежливо, здрасте. И дочка с таким интересом еще на меня, она еще не была тогда замужем за тем полудурком, с которым скорости развелась. Ну, в общем-то, вот так, ты знаешь, ничего человеческого, посмотрим, посмотрим, что будет. И с новыми ставленниками, а то, что сейчас происходит в день по генералу, это, конечно, это, конечно, западно. Да, смотрим, смотрим, наблюдаем, ты знаешь, это интересно. И мне тоже, я тоже понимаю, что летят фамилии, летят ордена, летят награды, все летит, Лефортова трещит по швам, они же там все не помещаются теперь, но точно не будут помещаться. Посмотрим, в любом случае, ты знаешь, когда ворон ворону начинает клевать его серый глаз, то интересно, чем это все закончится. И для меня тоже это очень интересно. Наблюдают все. Тем не менее, вот этот же Иванов, да, он, по-моему, первый полетели, его голову, он же достаточно гламурный такой генерал. Да, невозможности. Это было что-то, он любил гулять, причем он выглядел все время, но точно не как человек, который любит все эти танцы. Потому что, когда я его вот видел разок в клубе, в клубе Манон на тот момент, ну, слушай, он был такой довольно пузотастый, здоровый мужик, и, кстати говоря, не очень модный и нелепый. Бобочку эту его, помню, на пуговичках, какие-никакие там джинсики. Я помню, как он залез на этот коротенький маленький столик, видно было, что чувак очень сильно развеселился в ту ночку. И как-то вот он залез, и как-то вот он нелеп, был на этом столе. Все-таки стол, это для молодых, красивых, тонких, звонких. И тут этот ибанок на этом столе. Я помню, как он как-то извиняющийся с этого стола стал потом слезать, потому что он понял, что как-то не зашло. Не там залез, не на тот педестал он залез. Не на тот педестал, ты знаешь, не на тот стол, не в ту дверь. У них все теперь не то. Теперь они вспоминают то, что было, все эти столы у них идут перед глазами и думают, когда оно пошло не так, когда оно все пошло по педне. Понимаешь, вот они теперь вспоминают и ищут те самые приметы доброго еще тогда, хорошего, холеного времени. Когда они повернули не туда? Ну, они повернули не туда еще, начиная с 14-го года, да, когда ты начинаешь убивать, когда ты начинаешь забирать чужое, когда ты грабишь свой народ, да, в том числе. Вот, этот народ продолжает зиговать. По поводу, смотрела твое интервью и ты говоришь, что у тебя произошел, да, такой аутинг людей, которые зигуют, топят за войну и так далее. И я так понимаю, среди них были твои и, ну, достаточно близкие, знакомые и друзья. Кто это был? А как думаешь, почему с ними это случилось? Не потому ли, что так любят они водить дружбу с такими же генералами гламурными, с такими же чиновниками, да, и так далее? Знаешь, такое ощущение, что у меня обычно меня такие мысли не обманывают, что они это делают сами, их вообще никто об этом не просит. Тот же Прохор Шалядин. Я понимаю, что чину этого птица невысокого полету, что так другой человек даже и не вспомнит, кто это такой, ну, пестрые пиджаки, дурацкие, собственно, и как бы какие-то там эфиры у Малахова. Ну, да, делают они это, делают. Вот он сейчас поздравлял Владимира Владимировича, искренно, видимо, поздравлял, желал ему еще шесть лет этого правления, учитывая, что Владимир Владимирович собственной рукой подписал законы, которые Прохора Шаляпина в России запрещают как индивидуума, как гомосексуала, как человека, который вообще способен как-то себя выразить, в конце концов, когда-то взять и исполнить свое желание, например, не просто там изображать вот это вот у Малахова дурку эту, и то уже все, это уже не востребовано, у Малахова уже нет никаких этих передач с Шаляпиным, когда-то были, но так вот в любом случае прекратить все это, все эти тусовки, а взять и по-честному там где-нибудь в Барселоне выйти замуж, если на этот товар еще найдется какой-то купчина, который захочет все это купить, наверняка же у него и мысли это тоже такие бывают, упрошь так, не просто по сторонам то озираться и смотреть на более счастливых соплеменников, которые уехали и опустраиваются, между прочим, хорошо, и неплохо себя люди чувствуют, никто не помер с голоду, под мостом никто не сидит, наверняка у него все это есть, но он бежит туда, затрав просто, я не знаю, исходнее и изображая какого-то лютого патриота, это знаешь, это как-то, это совсем никак не вяжется, я все пытаюсь одно к другому склеить, как-то это подмонтировать все, и у меня не выходит, зачем он это делает, он-то точно по собственной воле клянется в любви к режиму, который его запретил, который ему показал, что если ты, Прохор, будешь тут, вот нам, так вот, за рамки правового поля выходить до шести лет тебе, как экстремисту, но при этом они все равно еще как-то, ты знаешь, более-менее вольготны, все эти, все эти голубые фишки российского шоу-бизнеса, они думают, что их пронесет, они думают, что так все это обойдет стороной, там Сергей Зверев, он думал, что если он там пару раз, еще полтора года назад рассказал о том, как он хочет пойти на фронт и сидеть там, сидеть там, собственно, с нашими мальчиками, он думает, его пронесет, и поэтому он одевается как женщина, он полностью накрашен как женщина, он в бабьей шляпе, в бабьих колготках и так далее, он думает, пронесет его, система, она, может быть, они не отдают себе отчет, как работает система, система, она хитрая и безжалостна, в том числе и для этих, товарищ Сталин, произошла огромная ошибка, я сейчас нахожусь, я сейчас нахожусь на Лубянке, но вы же знаете, как я вас люблю, этих писем был миллион, им числа и крайне не было, этих людей прям с приемов доставляли, с высоких почестей, их брали вместе с их женами, жены были в вечерних платьях, я читал об этом, обо всем, и продолжаю читать, как распахнулась одна из избитых уже женщин, доставленная просто театральной премьерой, там большой театр, доставленная на Лубянку, перед ней распахнулась вторая дверь, и она увидела там огромную кучу несчитанных шуб из лиц, норок, и она поняла в скорости чьи-то шубы, таких же точно товарок, как и она, женщин-генералов, женщин-ученых, женщин, которые замужем за этими чинами, за этими большими людьми, и никого ведь не пожалели, вот так и здесь, может быть, они чего-то не понимают, они недопетривают, им кажется, что с ними точно этого ничего не произойдет, слушайте, ну, всякий раз повторяю эту дурь, и называю эту рожу по имени, есть Яна Поплавская, которая никогда не простит ничего, она блюдет, и бдит там за каждым, за ним, она все понимает, что они, что этот Житковский, тоже пропутинский блогер, одевается, как женщина, и красится, и ходит по центру Москвы, изображает себя женщину, ну, она, она видит всех, она и ее присны, и они будут, они будут доставать каждого, потому что гомосексуалы, гомосексуалы шоу-бизнеса, если их схватить, громче всех пищат, громче всех кричат, их извинения громче всех, речи всех звучат, и так далее, от этого никуда не деться, они одни из самых ярких жертв, они те, кого вот, кого видно, кто выпукл, кто нагляден в этих своих потом проявлениях, посмотри на Киркорова, уже что-то нет этих шоу, куда он только не сходил, и где он только не извинился, помнишь, мы, не то чтобы с пониманием, некоторые с непониманием относились к Протасевичу, Роман Протасевич, помнишь тот самолет белорусский, который посадили, достали Романа, и потом Роман на протяжении двух лет, двух лет на весь белый свет, как нам казалось, ну, мне, слава богу, нет, я понимал Романа, понимал его тогда, зачем и как, человек в заложниках уже был, в тюрьме, и девушка была в заложниках точно так же, и девушка тоже, да, каким образом ее сейчас отпустили, слава богу, но он два года изображал из себя лукашенковского оправдателя, он два года клялся, молился, он посыпал голову пеплом, все это было, все это было, и теперь, я надеюсь, люди понимают, почему он это делал, мы видим Киркорова, но он не в тюрьме, они просто запретили его к показу где-то в каких-то сратых передачах Останкина, и он уже пошел, он уже посигнул на святое, он начал обсирать Пугачеву, начал там ее немножечко, как бы, вот это вот, вот это все это делает, это же очень заметно, это стало заметно, все почему в заложниках? В заложниках, ты вспомнил Яну Поплавскую, что она за ними всеми следит, давай, может быть, я, наверное, просто не знаю, может, наши зрители, почему именно она, она находится в каком-то комитете по морали, наша красная шапочка, наша в это детство. Ты знаешь, она же потихоньку, полегоньку занималась вот этим всем святотатством, мракобесием, записалась в абскурантки, это все происходило не сразу, ее абскурантизм, он был такой вот шаг за шагом, степ-бай-степ, потихоньку, полегоньку, тут кучу наложит, вонючую, зловонную, тут, 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 а времена были еще вполне себе, а я понять не мог, почему она такая злая, почему она такая неироничная, не самоироничная, почему она всякий раз, когда она говорит о Пугачевой, почему она не говорит о том, что она не талантливая, вообще, в принципе, актриса Аховая, так себе, ролей-то никаких не было, единственное, то, о чем даже говорить уже стыдно, ну, в общем-то, вот так, ты знаешь, она сама себе вышкребла, это местечко, она сама занялась, она понимает это, ну, ты знаешь, еще там тоже те же самые причины, что и у многих, она имеет фонд, фонд, который якобы через фонд, она что-то там, она аккумулирует средства, а средства-то она аккумулирует государственные, государственные, да, она берет деньги от государства, и для того, чтобы, ну, отрабатывать этот свой позор, она этим и занимается, да, для того, чтобы она как бы понимала в конце года, что там не придерутся, никаким запятым, отчет же, все равно подавать нужно, и так далее, что не будет ничего этого, и денег в следующий раз тоже выделят, я думаю, что выделяют ей немножко, судя по ее внешнему виду, и по тому, какая у нее там зарплата в этом фонде, денег много у нее нет, да, потому что внешний вид у нее все-таки относит нас к бедной, скудной, я бы даже сказал, еде, которую она потребляет, еда, это, это еда бедняка, это, я так понимаю, это очень много карбоната, содержащих продуктов, очень много, очень много глюкозы, дешевенькой, иранской, предполагаю, продуктов, набитых вот этим всем говной, потом думаю, что обязательно присутствует огромное количество углеводов, тоже что подешевле, макароны, майонез, все это мешается в больших кастрюлях, и потом эта хрючево залетает ей в пузо, прямиком, избегая вообще все остальные остановки в теле любого другого нормального здорового человека, вот и все, и вот она, ты понимаешь, вот она с этим ее рылом делает все эти отработки, Господи, с каким удовольствием я ее здесь оскорбляю, ты не поверишь просто, у меня душа просто отдыхает. Ну, заслужила, заслужила, ты знаешь, я тебя абсолютно понимаю, когда вот это вспоминал Сережа Зверева, по-моему, в одиннадцатом году мы пересекались, вернее, да, мой бывший муж делал проект «Зирка плюс Зирка, звезда плюс звезда» назывался, и там принимал непосредственное участие с удовольствием, кушал сало, сидел в центре Киева, и так ему было хорошо, и он весь был такой прекрасный, такой замечательный, и вот сейчас, и принимали, да, и не только его, я сейчас смотрю на своих коллег, с которыми я была в одном кадре, та же Настя Панина, например, да, актриса, с которой мы снимались вместе, которая тут же, опять-таки, в Киеве, все они так любили эти кручи Днепра, всем так нравилось, все хорошо, все так любили, и тут вдруг, да, тот звезда, освинели, освинели, котик, освинели, да, ты знаешь, они же все, я помню, я как-то залез, ногу, как черт ту ногу сломал, в роясь, копошась в афишах Олегровой, украинских афишах, бесконечных, харьковские, киевские, концертный зал Украина, с какой любовью она приезжала и давала там вот это свои фанерные представления, не звуку, ведь не живого звуку уже тогда не было, но в любом случае как-то вот, да, ты знаешь, я даже не знаю, как к этому уже относиться, я даже не знаю, что это такое, а ведь когда-то придет время, когда они это тоже свое поведение будут каким-то образом оправдывать. Скажут, что их заставили, мы не знали, скажут, не знают, да, скажут, не знают, я всякий раз отношу людей, которые приходят ко мне на стрим, которые задают подобные вопросы. К одному и тому же, ребята, в истории все было, все было, уже были эти люди, были те, которые нападал, были те, которые совершали преступления в историческом витке, в любом, куда ни посмотри, и было потом это бесконечное повиновение, бесконечный испуг в глазах, эти извинения, перед своим же народом они будут извиняться, не перед украинским, они перед своим будут извиняться, как так, что они своими диковатыми признаниями, диковатыми в промышленных масштабах рассказами о том, что Украину нужно бить, как так они втаскивали свой, свой народ в блуд, свой, в первую очередь, об этом ведь надо думать, они ведь свой народ дича стянут туда, вот в это болото. Я все время повторюсь, повторюсь, все время говорю о том, что не жалко вам украинцев, ладно, не жаль вам той стороны, не думайте вы об этом, ну, приходят ко мне в чат, например, упоротые какие-то, но подумайте она о своих, о россиянах, о нас подумайте. Да, думайте же своих, неужели вы думаете, что если сейчас Украине плохо, то в России людям замечательно, ну, как вы можете себе это представить, хотя бы на секунду, что где-то там, в России, кто-то по-настоящему от души, от этого кайфует, людям плохо, они ужасно, уродливо себя чувствуют, вам вообще это не доходит? Да, 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 ну, это вот, видишь, планомерно лишали эмпатии такое огромное количество людей, и благодаря вот этим всем так называемым Z-артистам в том числе, и вот смотри даже, когда была эта голая вечеринка, я уже не припомню, несколько месяцев назад, до сих пор оно аукается, мне кажется, что в Ивлееву вселился кто-то и сказал, значит, ты должна это устроить, чтобы потом вы все работали на нас до конца скона этого режима, чтобы вы всю жизнь как попка-дурак тараторили «Я виноватна» и ездили на оккупированные территории Донецкой и Луганской области, да, и там давали ваши так называемые концерты, и вот я видела отрывок Ивлеевой интервью какому-то ноунейму, не знаю, кто это, честно, для меня это абсолютный ноунейм, вот, после того, как она съездила на оккупированные территории, значит, у всех попросила прощения, там ее погнали палкой, вот, и на вопрос, что бы ты спросила у Путина, она ответила, чем помочь? Да, я бы, я, честно говоря, на месте просто администрации президента позвонил бы и представителю Насти и попросил бы перестать вот их каким-то образом там поминать, потому что смешно было, конечно, всем. Кому еще собралась Ивлеева там помочь? Пусть она себе поможет. Между прочим, неделю назад до сих пор каким-то образом необиходанного чувака с ее вечеринки, тоже какой-то там стилист был с голой попкой, был оштрафован вот на 200 тысяч. Пусть спасибо скажет, что не в тюрьму закатали, а сделали по-тихому, просто вызвали в суд и выписали ему штраф на 200 штук. Откуда эти 200 штук взялись? Что за сумма-то такая? 200 тысяч? Это 2000 долларов. За что штрафиться-то? Интересно мне знать. Если это хулиганство, нарушение общественной морали, то она карается в России какими-то небольшими денежными суммами в любом случае. Ладно, окей. Но никому она помогать не будет. Но ошибка Ивлеевой, я думаю, многих из них, они считают, что они считают, что преследование их имеет начало, старт. Точно имеют старт. И точно будут так же, как и старт, иметь и финиш. Но это всё не имеет финиша. Конца этому не будет. Их всякий раз будут понуждать, принуждать к покаянию, к извинениям. В пример я уже приводил Киркорова. Он уже, почитай, какую программу ходит и гундосит там о том, какая Пугачёва вероломная, оказывается, была. Сколько лет он с ней прожил, получил огромный пиар от неё, огромный административный, между прочим, ресурс, который бы он не имел никогда в жизни. И Пугачёва заступалась за него, как за молодого артиста, известный случай, когда он там должен был каким-то людям деньги за то, что он там где-то не выступил. И Пугачёва звонила и кричала на них благотворным матом, защищая его, тогдашнего своего мужа, так называемого. И вот он теперь благодарит её звонкой, чеканной монетой за то отношение. Да, ну посмотрим, посмотрим, чем это всё закончится. А Ивлеева по-настоящему, конечно, попала как кур ващип. Я думаю, что она понимает, очень надеюсь, что рядом с ней есть люди, которые ей говорят, Настя, это пи***ь, Настя, всё, всё, ты выглядишь глупо, ты не в свете, дорогая, ты точно уже, они же все думают, что они кто, я не знаю, кем они себя там представляют. Она думает, что она до сих пор прекрасным пегасом, рассинантом скачет по дороге железни, прекрасной, то есть подкованной элегантной лошадью. Нет, она дряхлая, кляча лужа, которой еле волочат ноги, просто после всех этих признаний. На кого она похожа? На кого? На неё страшно смотреть, больно смотреть. Да, кстати, и Лолиту отменяли, отменили, а сейчас она вдруг угофтует себя после этой голой вечеринки, уже даже, по-моему, будет премиум ТВ вести, я сейчас вспомнила, просто когда она обращалась к общественности и говорила, общественность, вот я не буду извиняться. Вот она, по-моему, единственная, кто не извинялся и, по-моему, её как бы попустила. Или я ошибаюсь? Нет, ты ошибаешься. Слушай, у неё столько было этих, да, столько признаний. Она делала специальное это угрюмое лицо, чтобы поближе быть ну как бы к народу. Она изображала из себя такую мадам Шарикову, просто Клима Чугункина, такого, как бы она типа такая простецкая, тут она гладит, тут она потолок пелит, тут она вот это вот. А какой-то огород же у неё ещё был, да? там она на огородике почему-то в Болгарии, Болгария тоже, между прочим, к России не очень повёрнута сейчас. Так что вот это вот тоже как-то вот она как-то вот она зазря, она туда поехала и там запалилась. И ты знаешь, и думая обо всём об этом, опять же, опять же, если она считает Лалида, что сейчас там её вернули на НТВ, она с видом побитого Шарикова, повторюсь, ведёт эту передачу, и как бы её пронесло, вообще нихера не пронесло, вообще нихрена. Ещё раз повторюсь, все эти абскуранты, они жаждут реванша, на них все они там смотрят. Ладно, тут мы с тобой с этими разговорами всегда готовы этих людей простить, пожалеть их как-то вот, понимаешь, типа матерински. Да, да, ты понимаешь, нет, не готова, нет? Ну всё-таки, ты понимаешь, ты как мать двоих детей, всё-таки твои улыбки, твоих, да, с твоим лицом, ты понимаешь, у тебя хорошее, доброе лицо. Я не поверю, что в какой-то момент ты не проникнешься в опляне той лолиты когда-то в какой-то момент и подружки свои вот так, знаешь, по-женски не скажешь в телефонном разговоре, слушай, даже жаль её. Наверняка ведь скажешь, ведь, понимаешь, не будешь же ты не прочить костёр, понимаешь? Она манкурт, она манкурт. После того, как она, знаешь, после того, как, господи, я знаю эту филармонию, где она пела, да, и мы с ней ходили по одним улицам, грубо говоря, города Киева, и после того, как она рассказывала, как что-то, маму её ударили, да, за русский язык, что, вы знаешь, после этого не то, что простите, вот есть прекрасное украинское слово «огыда», это отвращение. Вот она у меня лично вызывает катастрофическое отвращение, так же, как и Павали, так же, как и Лора, когда ты, ну, чётко знаешь, да, что этого всего нет. Ладно, эти врут, россияне, да, зигующие, ладно они, ну ты же, это же, ну, понимаешь? Да, я никогда, ты знаешь, я всё это время пытаюсь, пытаюсь встать на место Таисии Павали, которая выходит в Кремле на сцену Кремля и поёт, и всякий раз, ведь тоже её за язык не тянут, но она понимает, что у неё есть повинность, что она тоже тянет эту барщину, она тоже должна эту седьмицу выплачивать, понимаешь? Обязательно сказать где-нибудь, какой бы микрофон к ней не поднесли, к оральной зоне, ей обязательно нужно ляпнуть что-то, типа, спасибо Россия, что приняла нас и спасла меня от ужасной Украины, и бессовестная, какая бессовестная. Даже отвернулся её, сын отвернулся, то есть это, ну это же, ну предатели же на самом деле никто не любит, ну и нигде, им не будет покоя и ничего, и опять-таки голая вечеринка это показало всем, что, ну вы все тут, конечно, да, но нет, если режим вам скажет, будете вы плясать голыми, одетыми и так далее, поэтому, ну что же, да, вот, это я к тому, что, вот ты говоришь, простишь, даже не простишь, они просто уже настолько умерла так умерла, знаешь, ну то есть для Украины эти люди, их просто не существует, да, то есть они лорак, ну ты так смотришь и думаешь, странно, уже ничего, да, внутри, а сколько таких артистов, актеров, да, которые просто сейчас молчат, смотрят, как их родину рвут на куски, но сидят по своим обстоятельствам, да, но уже молчат, уже бог с ними, хоть не призывает украинцев убивать. Да, я этих молчунов знаю, это и Ганка Дзюба, это Анна Асти, это и вот эта вот, которая пела, пела, как ее, господи, все пела, 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 про что же она пела, сейчас я вспомню, хит у нее такой был, про то, как она в Прованс полетит вино пить, сейчас она в Санкт-Петербурге. Елка, елка, да, из Ужгорода. Да, елка, она же тоже украинка, ведь, да, она эта елка, она, по-моему, вообще откуда-то, вот из маленьких, какие-то... Из Ужгорода, да, из Ужгорода. Ужгород, ты понимаешь, вот она, казалось бы, такая она в Ужгороде, я с ней общался, я имел с ней какую-то такую непродолжительную, правда, беседу, и ты знаешь, и в той беседе, ты не поверишь, она была просто человеком, она была человеком неба, человеком облаков, она была человеком деревьев, природы и так далее. Ну, ты знаешь, это человек природы деревьев очень четко понял, что нужно зашухариться и ни в коем случае не сказать ни одного слова в поддержку своей родной страны. Просто зашухариться и все. Роличка, спасибо тебе, родной, спасибо, я все понимаю. На ручки просятся, понимаешь, папин сын. Видите, ты сладкий, такой бузик. Он очень сладкий. Ты наш собираешь лайков и, пожалуйста, лайкните, потому что такого, только, господи, ну посмотрите же, какое оно прекрасное. Так, это очень добрый человек. Добрый, знаешь, они же искренние. Да, они органичны, потому что, потому что ничего, кроме искренности для них, они не могут притворяться. Они не будут, да, они не будут изображать из себя того, кем не имеют. Знаешь, еще про что хотел обсудить? Вот сколько проходил Каннский фестиваль и вдруг посыпались так называемые зет-селебритис на его красную дорожку. Думаю, так, надо будет с Руставом это обязательно обсудить. Уверен, да, уверенно, ты за этим следил два года. Обсуждал это. Следил и обсуждал. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Во-первых, Собчак, это понятно, что она пропагандистка путинского толка. Она запутинская абсолютно и точно никак по-другому. И позволяет себе, конечно, такие вещи, уже понимая, что она палится очень сильно. она наезжает на уехавших, поэтому у меня руки развязаны, говорить о ней все, что я хочу. Меня она не жалеет, а я вот человек, который уехал. И неважно, по каким обстоятельствам я уехал. Я уехал, у меня сейчас нет в России. Она всех скопом, чохом обзывает. И текстики эти, по-моему, пишет этот ее муж, славный режиссер, который тоже, я так понимаю, на карандаше у абскурантов. Пусть готовится. Думает, если... Он друг Собянина. Он друг Собянина. Да, сейчас с Собянином дружить. Таких историй очень много. Те, которые дружили, хороводики водили, и чем все закончилось. Ну, в общем-то, вот так. И мало того, и Боня то же самое там, в костюме щипанного страуса. Ты знаешь, и Бонечка тоже тут три дня назад стала выдавать, еще не понимая, появится она в Канах или нет, выдавала, что так Россия любит, так Родину. И все это понятно, что это все с зет-прононсом говорится. Все это не говорится с точки зрения с точки зрения разумного, здорового человека, человека, который отрицает войну как таковую. Нет, она говорила это с какой-то гнилью, гнилостно как-то вот от этого гнилью пахнуло. Лично мне, я это услышал, эту токсичность в ее этих признаниях в любви. Ведь, казалось бы, что может быть лучше, когда женщина говорит о том, что, слушайте, я люблю свою Родину, я со своей Родиной и так далее. Но в данном, в контексте Бонни, она известная вруни, она прихуха страшная вообще просто. И вот они вдвоем, ладно, оторвемся от того, что они там говорили, они вдвоем в Каннах. Я так думаю, ты понимаешь, в Каннах все-таки нет этого понятия какой-то легитимности этого человека, какой-то рукопожатности его в данный момент времени. Никто ведь в Каннах не представляет этих женщин, и перед ними не говорит, не бежит и не говорит, не говорит, слушайте, они двое, эти две, они просто шаболды, они шаболды, периферийные, на них клейма негде ставить уже, они за войну, люди гибнут. Знаешь, у меня честно тебе скажу, шальная мысль все-таки была такая, что вдруг какая-нибудь украинская активистка, девчонка какая-нибудь там на фестивале подойдет и огреет Собчак чем-нибудь таким, или обольет ее чем-нибудь тоже. Так не больно, не сильно, но чтобы Собчак поняла, что она под присмотром, что за ней все-таки наблюдают, что не просто так она рассобаченная приехала и тут по буфету уже гуляет вальяжненько, нет, уже прежний гулик не будет, но нет, не нашлось этого человека, а может быть Собчак себя так окружила бодигардами, мы всего не знаем. Хотя у нас в ругодили, так еще не вечер. Не на разных машинах подъезжала красная дорожка, там как-то шифровалась и так далее, и все это ей стоило, и как и Бонни, кстати, миллионы денег, то есть они же заплатили какие-то баснословные деньги за билеты, то есть там что-то около чуть ли не трех тысяч евро один билет. Около трех тысяч евро стоит билет пойти, ты знаешь, покрасоваться, пройтись, ну что ж, пусть, пусть хорошо. Видимо, для этого у них есть настроение, у них есть жизненные силы, административный ресурс, женщины, они богатые, Боня тут же не применула похвастать тем, что ей какой-то мужик уже золотые часы на руку надел, тут же, в общем-то, она себе не изменяет. Пусть, пусть все так и будет, посмотрим, что будет дальше. Просто вот так странно, откуда у этих людей на самом деле деньги, когда вся экономика страны, она направлена на ВПК, да, мы знаем, что многие живут без туалетов, если выехать за кольцо Москвы. Откуда, и тем более сейчас, и почему именно сейчас, ведь два года они были запасплеены на все эти фестивали и так далее, но сейчас, именно сейчас они вот приехали. Это может быть, знаешь, к общей усталости вопрос относится. Общей усталости. Да, да, все устали, люди не хотят отслеживать, кто куда уже поперся и так далее. Наиболее рьяных, конечно, таких наглядных будут ловить, шеймить их, будут их щемить по углам там где-то в Европе под камерой для того, чтобы выложить это в сети, все видели, что там их ждет Киркоров, уже не может никуда поехать. Он не может по этой же причине он не был на Евровидении, он понимал прекрасно, что если он там появится, его будут именно что-то щемить. Понимаешь, люди. И они будут не обязательно русскоязычные, эти люди, которые будут там его ловить и не давать ему просто место, он выйдет, ему придется ездить в следующий раз туда, где волки с вами боятся. Понимаешь, вот в такие вот места, а не то, что он поедет на всеевропейский праздник музыки. Боня, что до конкретики, Боня берет деньги от рекламы, она продает рекламу у себя в соцсетях, какую-никакую рекламу там она у себя ставит, понятно, что она закипает какие-то огромные ценники, потом, видимо, она опускается в этих ценниках, но чтобы только зарабатывать, все-таки мисс Краснокаменск и так далее, хочется зарабатывать. Ну, еще плюс деньги от мужчин, там разными способами, когда так, когда сяк, когда по-быстрому, когда можно просто так вот разговором, обедом каким-то отбрехаться, но когда придется отрабатывать уже и по полной, и туда, и сюда, и без трусов, по-взрослому. Поэтому деньги еще оттуда. В любом случае все эти перемены, как ты думаешь, женщина, которой 44 года она будет делать улучшайзинг по всему телу, грудь, задницу, полностью перекраивать лицо. По-настоящему богатые женщины, живущие во Франции, которые даже выходцы, например, из Восточной Европы, которые познали, что такое богатство, богатая люксовая житуха, они никогда это все с собой делать не будут. Они уже расслабились и сидят с шампанским у своих личных бассейнов. Я с одной такой знаком, между прочим. Она себя ведет очень сильно расслабленно. Очень сильно расслабленно. И на три года младше Бонни, между прочим. Ее вообще не волнует то, что она должна для кого-то там себя ретушировать. Она, в принципе, красивая женщина и не собирается точно себя улучшать ни для кого в этой жизни. У нее уже все есть. Ну, вот так вот. Собчак то же самое продает рекламу у себя в соцсетях, но это тоже до поры до времени. Потому что Собчак еще парочку каких-то таких интервью левых с левыми персонажами. И я думаю, что они прищучат ее и вообще запретят ей любую рекламу в ее медиа. Ну, а значит, ее, например, иностранным агентом. Такое тоже может быть. Просто взять и заткнуть Собчак. А без рекламы она не сможет оплачивать свою группу, она не сможет вообще производить продукты. Такое тоже может быть. Или опять-таки превратить Собчак не ходящую по лезвию, а в абсолютно зет-пропагандистку и все. Такое же тоже. Да, вернуть ее, например, в какой-то эфир первого канала, поставить ее и сказать, все, ты здесь работаешь. Хочешь быть у корыта, тебе овес нужен срочно. Наш сладкий, золотистый. Не то, что для быдла. А такое, отдельное очень. Да, да, да. Давай котик, отрабатывай. И так вот они с ней прям. И я думаю, что будут они вежливы. Некоторые журналисты ошибаются и считают, что таких вот звезд их заставляют, с ними грубо разговаривать. Никакой грубости нет. С ними очень хорошо разговаривают. Те люди, которые общаются с ними, это интеллигентные, воспитанные люди. Они страшнее всех остальных. Они поэтому наиболее опасные. Они наиболее циничные. Ты послушай ту же Потупчик, например, та, которая имеет все эти телеграм-каналы, от которых кровоточит, от них разит кровью и убийствами. Послушай любое интервью. Боже мой. Я честно тебе скажу, я грешным делом всякий раз слушаю Потупчик. Она редко дает интервью, но дает. И узнаешь, что так интересно слушать. Перед тобой не покровитель убийцы, разврата, безобразий. А нет. Перед тобой милашка, нежнейшая, классная такая, такая она ироничная. И такая она, какая-то, знаешь, она дает вот это ощущение того, что она очень-очень-очень беззащитна. Вот. Это Кристина Потупчик, та, которая регламентирует, курирует все эти телеграм-каналы с кровью и гноем. Ты не поверишь, какие нерзости они там пишут. Как же они достали там такой токсичный материал. Но при этом, повторюсь, она вот этот вот человек, она вот эта вот женщина. В интервью с Екланой Бондарчук, которая напьется как коньяка шампанского перед интервью, не помнит, где белый свет, а где Зорька занимается. Вообще ничего не помнит. Ничего актуального ее не интересует, эту Бондарчучку. Она ее спрашивает, ну что, подружка-то как делать? Такая у них любовь между ними просто. Как будто нет войны, нет смертей с обеих сторон. Нет, ничего не было у них. Ничего. Бондарчук сосет одну бутылку шампанского за другой, за интервью, и любят друг друга по самые помидоры. Да, и ничего им как бы... Вообще ничего. Еще раз говорю, передо мной интеллигентнейший человек Кристи Потупчик. Милейший. Я просто знал бы, знал бы, целовал бы повсюду и защищал бы грудью своей. Прямо на такую фразу сказала, я помню, я проникся. Она сказала, ну некому же меня защитить. Вот прям так вот. Знаешь, как плечиками так повела. Прямо жалко стало ее. Котенок Гав. Просто, понимаешь, из мультика советского. Ну просто по-другому не сказать. А еще помнишь в Советском Союзе мультфильм был, как все обижали зайчика, и потом его в Африке увидал лев. Лев в программе «В мире животных», как за зайчиком все бегают. И сам себя лев послал к этому зайчику в русский лес в большой коробке с почтой из Африки. И все зайчика обижали, а он в этот момент из коробки вырвался и стал его защищать, стал ему ближайшим другом. Понимаешь, вот так и тут, так же мне и мне хотелось. Понимаешь, эти люди, они вот такие. А Собчак, если ее послушать, Собчак ведь то же самое. Женщина не просто полусвета, но настоящая гражданка, настоящая активистка, буквально за Навальным, она вторая после него была. Понимаешь, и сейчас то же самое она скажет все это. И мало того, очень умные, хорошие люди ведь защищают по-прежнему Собчак так. Тот же Макс Кац, тот же дядь Дима Быков. Они все о ней хорошо говорят по-прежнему. Они все по-прежнему называют ее буквально Светочем, буквально Борчихой с режимом. Просто она, Борчиха вот такая вот, ее барение, оно имеет вот такой вот вид. Мы просто не понимаем. Это другое. Это другое. Сейчас его прям столкнет. Сейчас столкнет. Да, еще чуть-чуть, и она это сделает. И она, что ли, по глупости своей, Собчак верит, что люди не видят ее низости, ее шестерничества. Не знаю, по глупости, что ли. Люди видят сейчас все. Каждую мелочь люди видят. Просто они замечают за ними любое их лицемерие и любое их малодушие. Вот грех малодушия. Да. Ну и, кстати, Ивлеева наш тоже была за Навальным, грубо говоря. И вот сейчас, наверное, за это все и отгребает. Кстати, если хронологию посмотреть, голая вечеринка, обнуление Ивлеева и же с ним. Ивлеева, которая поддерживала Навального, а потом через какое-то время убийство Навального и выборы Путина. То есть, в принципе, все получилось у режима логично. Что закальзировалось абсолютно. Да. Русья, спасибо тебе огромное. Я знаю, что у тебя уже глубокая ночь. Глубокая, это правда, да. У меня половина второго, как раз мое время отправляться спать, собственно, идти. Меня там ждут на кроватке. У меня там все нагрето. Класс, класс. Все, тогда не смею задерживать, друзья. А вы, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите свои комментарии. И, естественно, подпишитесь на Униан и на канал Рустама Солнцева. Всего доброго. Всего доброго. Украина. Па-па. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok